Ледовые сражения в СК «Юбилейный» продолжаются. В очередном матче чемпионата МХЛ «Динамо» принимала в Твери русских «Витязи» из Чехова. Об итогах игры выяснила наша съемочная группа. В стартовом периоде небольшим преимуществом владели гости, которые чаще играли в зоне хозяев. Вполне закономерно, что русские «Витязи» открыли счет, воспользовавшись численным преимуществом. Очередное удаление белых-голубых позволило чеховской команде забросить вторую шайбу в ворота. «Динамовцы» предприняли попытку сократить отставание в счете, когда получили свое большинство за минуту до завершения первого периода. Но переиграть не получилось. Ну вышли, начали удаляться, получили свое, да. Неприятно, конечно, но сейчас будем доказывать, показывать свой характер, то, что мы сильнее этой команды, стараемся выровнять ситуацию и выиграть. После перерыва хозяева активнее заиграли в атаке, но этого оказалось мало, чтобы вскрыть оборону соперника. По всем статистическим показателям, «Динамовцы» во второй 20-минутке оказались сильнее гостей. Однако счет на табло не изменился. Итоги второго периода прокомментировал нападающий команды русские «Витязи». Никто не хочет пропускать. Идет плотная игра, много удалений, игра в неравных составах. Поэтому никто не хочет просто так легко отдавать очки, поэтому все стараются. Заключительная треть матча началась для «Динамо» с двухминутного штрафа и заброшенной шайбы. Играя в меньшинстве, капитан «Белоголубых» получил пас на синей линии. Объехал защитника, уложил налет вратаря и аккуратно отправил спортивный снаряд в сетку. Погоню за «Витязями» продолжил нападающий. Счет 2-2. За полторы минуты чеховская команда вернула себе преимущество в два гола. А за две с половиной минуты «Динамовцы» получили большинство, но оно обернулось пятой пропущенной шайбой. Итоговый счет первого матча между «Динамо» и русскими «Витязями» 2-5. Об итогах матча 30 сентября в нашем следующем выпуске новостей. Серия игр продолжится в октябре.